Зиловский компрессор на 12-м газе. Поставим на морозилку, которая работала на 600-м газе. Убираем сгоревший двигатель на 12-м газе, ставим другой, зиловский, тоже на 12-м газе. Припаиваем заправочный штуцер и соединяем все трубки. Трубки одного диаметра можно соединить небольшой муфтой и запаять обычным припоем нулевочкой, соединяющим медь с медью, нанося припой со всех сторон. Устанавливаем на место фильтр, в данном случае он не новый, а восстановленный. Ролик о том, как восстанавливали фильтр, можно посмотреть, перейдя по ссылке. Проверяем продуваемость капиллярки и фильтра. И вот пришло время припаять капиллярку. Прогреваем основание фильтра до красна, чтобы не сжечь капиллярку. И наносим припой. Внимательно пропаиваем со всех сторон, чтобы стык был качественным. Заправочный штуцер во время пайки оставляем открытым. Подключаемся к системе. Эти варианты мы уже рассматривали. Можно работать двумя шлангами, можно работать тремя шлангами. Один средний шланг идет на баллон. Крайний шланг идет на откачку. Синий шланг подключается к заправочному штуцеру. Когда будет вакуумироваться система, вот этот синий шланг подключен к системе и к манометру низкого давления. Баллон подключен к среднему штуцеру. Вот он. Потому что баллон мы перекрываем, когда идет откачка. И не забываем его открывать потом. Если мы его сразу не закроем, тогда мы можем выкачать газ. Просто-напросто. Когда система свакуумируется, мы закроем откачку и откроем баллон. Доступ фреона пойдет вот отсюда. И наполняться будет система. Ну вот у нас все готово. Можно включать. Все, откачка пошла. Ждем. Пока можно проверить то, что мы тут напаяли. При помощи зеркальца. Очень хорошо получается. Все видно. С обратной стороны при помощи зеркальца очень хорошо видно стыки. Зеркальце вогнутое, поэтому оно увеличивает. Вот оно все запаяно. Здесь медь с металлом, паяем синим припоем. Медь с медью, паяем обычным припоем нулевочкой. Ну и здесь точно так же. Здесь самое главное не пережечь капиллярку. Потому что она очень быстро плавится. Ну а вот это наращивали. Переходника тонкого не было, но можно сделать и таким. Ничего страшного в этом нет. Пока у нас идет откачка, мы займемся электрической частью. Вот эти провода нужно подключить к релюшке, к пусковой релюшке. Обзор защитно-пускового реле можно посмотреть, перейдя по ссылке. Фишки надеваем на клеммы и для безопасности изолируем. Не забываем, что релюшка должна ставиться вверх вот этим значком. Реле подключается к вот этим выводам обмоток. Вот на эти штыри. Стрелка у нас ушла на глубокий вакуум. Похоже в системе уже ничего не осталось. Пары влаги вытягивается. И все выходит оттуда хорошо. Проверяем. Все, оттуда ничего вообще не выходит. Что мы делаем теперь? Мы перекрываем откачку. Отключаем ее. Эта часть у нас не участвует в процессе. Теперь мы даем газ. Открываем газ из баллона. И все, давление у нас пошло вверх. Газ по системе пошел. Даем небольшое давление и слушаем, все ли у нас правильно запаяно. Потому что бывают какие-то нюансы. Огрехи бывают какие-то. И начинает шипеть где-нибудь в самом неожиданном месте. Поэтому проверяем, слушаем. Если ничего не шипит, даем еще газ. Давление. Вот у нас уже какое. Ну и теперь, наверное, самое время дать жидким газ. Когда газ идет жидким, его видно вот в индикаторном оконце. Пришло время запустить нашу камеру. Норд. Морозильная. Давление пошло вниз. Процесс пошел. С чего начинаем? Щупаем вот эти трубочки на подаче. Когда газ начинает циркулировать, вот эти трубки начинают греться. Затем греется конденсатор. И опять же, конденсатор должен греться с постепенным охлаждением вот сюда. Фильтр должен быть уже просто теплым. Трубки прогреваются по всей длине равномерно. Фильтр тоже, но слегка горячий. Это свидетельствует о том, что слишком маленький конденсатор. Если в системе воздух, то будет греться один калач, максимум два. Остальные будут холодные. В нашем случае весь прогрев идет равномерно, значит система заправлена правильно. Вакуумировка правильно, заправка правильно. Теперь вариант, либо добавлять еще один конденсатор сюда, либо ставить вентилятор. Либо использовать его только в зимнее время, когда холодно на улице. У нас сейчас 35 градусов жары. А по паспорту холодильники работать могут до 32 градусов. Свыше уже завод изготовитель гарантии не дает, что холодильник будет работать правильно. Пришло время заглянуть вовнутрь. Что же там происходит? Хорошая температура минусовая, как для морозилки. Но самый лучший индикатор это бутылка с водой. Проверяем работу термостата. Он был выставлен на полную. Теперь постепенно убавляем до отключения. На улице плюс 28. Фильтр теплый слегка. Обратка прохладная. Так что в режим вышел отлично холодильник.